У Гомельским Державным Цирку стартовала новая программа с незвычайной, однако привабной, назвой «Аллю Рувер». Глядачи сустрели гостей аншлагом, а у отказ отримали незабывное уражение от выступления насыщенного яскравыми номерами. Артисты без страховки взлетали под самый купол, выступали с прирученными дикими живелами и демонстровали цирковые рекорды. Подробности в сюжете Евгений Кухаронак. Пачать потребна с назвы, соответственно тлумачальному словнику «Аллю Рувер» – это читание, переклад пьесы без подрыхтовки. Другими словами – импровизация. И она – королева новой программы, а вот королем выступает мистер Трук. Такое сполучение дбайной подрыхтовки с экспромтом удалось в особицу жизни, благодаря руководству программы Юлии Филатовой, представитель легендарной цирковой династии. Менавіта яна – прихильница классичного цирку – давала згоду на самые неверогодные задумки молодых артистов. Середню взросл у коллективе – 25 годов. Я все номера выхожу в клоунском стиле, в клоунском образе и работаю все как клоун. Даже номера с животными, даже если где-то акробатика, жонглирование и так далее. Люди в каждой стране, даже в каждом городе разные. И приезжая в любое место, где ты начинаешь работать, нужно подстраиваться под публику. Очень яркие, громкие овации и, знаете, очень приятная отдача. И это чувствуется, что бы мы ни делали, мы получаем обратную реакцию. И, конечно же, нам хочется показать еще больше. И у нас заряд эмоций сразу же, конечно же, возрастает. Труковый номер «Вальтиж с русской палкой» достатково новый, однако я госкорбонка с узнагородами полная. Артисты покрыли жюры шматликих международных конкурсов у тем лику, что проходили у Италии и Кореи. Хотелось чего-то такого большего, хотелось больше амплитуды, больше какого-то развития. Я мечтал делать, работать русской палкой. И соединил два жанра – вальтижную акробатику и русскую палку в один жанр. И вот мы работаем смешанно, и два жанра получается. Ребята работают в номере все, скажем так, мастера спорта по акробатике или гимнастике. И, скажем, имеют богатый спортивный опыт. А в цирке они недавно. Особные уваги заслужили четырехногие и птушины артисты московского цирка. В программе задеяннышено 40% живёльного света. Питоны, собаки, леопарды, мядьведи, пони. Неполторный труп выконывают попугаи. Он называется люстра. Птушки подымаются на обручы под купол цирка. И в дюбе тримают еще один обруч с попугаем. В среду артистов этого номера есть цирковые догожихары. А вот самая молодая сживёл – Малпа Луи. Саправдный импровизатор, от которого наводросировщики не ведают, чего чакать. Гастроли московского цирка Гомеля протягнутся до первого снежня. Евгения Кухаронак, Андрей Иванов, телерадо «Гомель».